Здесь нет такого однозначной привязки к Песоху. Привязка не очевидна. И даже здесь сказано так. Когда вы придете в страну, которую я вам даю, и вы будете жать жатву, то есть дата поставлена на усмотрение самих евреев. Когда вы будете жать жатву, когда вы сами решите это делать, нет указания делать это после Песоха. И дальше очень непонятная фраза в 11 стихе, что священник вознесет ее на завтра после Дня Покоя. Мимо Харата Шаббата. Такое выражение, которое не очень понятно. Мимо Харата Шаббата. Шаббат – это суббота, или шаббат – это День Покоя, то есть Песох. И как мы знаем, что исхождение в понимании этих слов является ли это после субботы, или это после Песоха, было предметом огромного спора и конфликта между фарисеями и садутиями. И мы сейчас рассмотрим этот отрывок до конца, а потом посмотрим более подробно, в чем же состоял конфликт. Значит, там дальше нужно принести однолетнего ягненка. Это, я сказал, жертвы, которые сопровождают омер. То есть, он представлен как отдельный праздник. И очень важно, 14 стих. «До этого не ешьте хлеба нового урожая». Пока вы не принесете омер, не ешьте нового урожая. А когда уже принесете, можете есть. И это признает, как бы, что урожай его дан Всевышним. Но здесь очень непонятная фраза, что этот устав вечный в поколении ваше во всех местах вашего поселения. И вот во всех местах вашего поселения, как понять этот стих, это тоже очень непонятно. То ли это означает, что это во всех странах, где бы вы ни жили, то ли это во всех местах после вашего поселения. То есть, как бы, когда вы поселитесь, то тогда вот так вот видите себя. И поэтому есть... То есть, пусть только вы займете места вашего поселения. И из-за этого есть огромное схождение в Галахе. Относится ли вот этот закон, он называется Хадаш, новый. Относится ли он только к стране Израиля, или он относится к загранице тоже. И в стране Израиля этот закон очень понятный. Потому что в стране Израиля хлеб сеют озимой, то есть, под зиму. А именно, его сеют осенью, и дальше идут дожди зимой, и летом, весной точнее, хлеб вырастает. И до того, как принесли он, нельзя есть от нового урожая. Это еще, как бы, так сказать, разумно понятно и можно соблюсти. Но за границей это вообще практически невозможно, потому что хлеб сеют не только озимые, но и яровые. То есть, поскольку дождь-то идет за границей, то есть, вне стороны Израиля, не только зимой, но и летом прекрасно идет дождь, то есть еще другой вариант, что хлеб сеют, но сеют весной, и потом женают. И получается, что этот урожай, который вырос, не только есть до следующего Песоха, то есть полгода, и тогда получается, что за границей нельзя соблюдать, то есть, нельзя есть зерно, пока не вступил в начало следующего года. И это просто необычайно затрудняет за границей соблюдение этой заповеди. Тогда и хлеб нельзя есть, пиво нельзя пить в определенные периоды, так сказать. Например, вот, скажем, в конце лета пиво наверняка сделано из хлеба, который посажен весной, а вовсе не из предыдущего урожая. И это начинается огромная проблема. Но и в Талмуде есть два варианта понимания. В итоге Галаха в основном идет по варианту, что это только РЦСР, и за границей этого нет, но есть те, кто ставит больше хумру, более строго к этому относятся, и считается за границей тоже. Хотя это редкость, обычный крошелт идет по Галахе, и этого внимания не принимает. Это мы разобрали сам отрывок. Теперь давайте обсудим, в чем же был конфликт между фарисеями и саддукеями в отношении, в отношении снопа Омера. Обычное объяснение такое, обычное объяснение, к которому мы привыкли, которое во всех книгах написано, и на самом деле это Маймонит. Он говорит так, что фарисеи знали устную традицию. С точки зрения устной традиции, на следующий день после дня покоя, это после праздника Песоха. Поэтому Омер всегда нужно сжинать сразу после Песоха. Совершенно неважно, на какой день Песох пришелся. И дальше считают 50 дней, 7 недель, и получается праздник Шивот всегда на 50-й день от Песоха. А саддукеи, по той концепции, которую излагает Маймонит, они эту традицию отвергали, они были с ней не согласны. Они читали слово «Мимахарата шаббат» после субботы, прямо как после субботы, в смысле дня субботы, и поэтому считали, что обязательно нужно начинать читать Омер только после субботы, на исходе субботы, а вовсе не в первый день Песоха. Или календарь должен быть значит так, чтобы Песох приходился на субботу и так далее. Было огромное схождение в календаре во всех вопросах между фарисеями и саддукеями. Но и так, с точки зрения Маймонида, фарисеи опираются на устную традицию, а саддукеи отвергают традицию. И в этом причина расхождения. Так мы привыкли это понимать. На самом деле здесь совсем не так просто. Вообще надо отметить, что слово «день покоя» во всем этом отрывке и дальше в празднике, то есть в смысле «день покоя», точнее «шаббат», темен «шаббат» употребляется в самых разных смыслах. Это и шаббат – суббота, и шаббат – праздники, и шаббат – шаббатон, йом-ки-пур, и шаббат – в смысле неделя. И это, казалось бы, очень сильно поддерживает точку зрения фарисеев, что здесь шаббат совершенно употребляется в разных смыслах. И садутии, которые как раз уделили большое место и большое внимание прямому тексту Тары, непонятно, чего же они тогда так уперлись в то, что шаббат здесь обязательно суббота. Хотя в этом отрывке мы видим просто в соседних стихах про дэуди и праздники, что шаббат упоминается в самых разных смыслах. Прямо тут же, потому что в следующих же стихах шаббат употребляется в смысле недели. Почему нужно обязательно настаивать, что шаббат – это суббота? И что садутии просто так не знали вообще, что есть устная традиция? И тогда это выглядит, что садутии придерживались как бы текста, фарисеи придумали себе устную традицию. Но тоже, я бы сказал, трудно воспринять такую концепцию. Эта концепция спрестанена в атеистических, так сказать, подходах, что просто фарисеи придумали себе устную традицию. Но она, конечно, тоже непонятно, с какой стати люди будут придумывать себе ни с того ни с сего устную традицию, зачем им это надо, почему они будут на ней настаивать, почему народ пойдет за этой линией, если такой традиции не было. А если такая традиция была, то что ж фарисеи были тоже, что ж садутии тогда были против нее. То есть, это не совсем понятно, это такое простое понимание черно-белого этого конфликта, оно ни в ту, ни в другую сторону не очень укладывается с каким-то рациональным оценкой ситуации. Теперь, и важно знать, что есть другой подход к этому конфликту. И этот конфликт, этот другой подход излагает Иуда Аливи. Или точнее, этот подход базируется на концепции Иуды Аливи. У Иуды Аливи концепция другая, чем у Майманида. Иуда Аливи принципиально по-другому понимает понятие устной тары. Значит, мы привыкли к Майманидовской концепции, что устная тара это то, что Бог сообщил Моисею на горе Синай, а просто она не была записана. И прям в точности, как у нас есть, все это прям было Моисею сообщено, и Моисею прям было сказано, что мимо Харата Шаббат, в смысле на следующий день после Дня Покоя, здесь означает после Песоха. А Иуда Аливи сожгет совершенно иначе. Он говорит, пустая традиция это то, что решение многих вопросов вообще было передано мудрецам. Или точнее, не мудрецам, а еврейскому народу, или его представителям, и пророкам, и духовным руководителям. То есть на Синае вовсе не было определено с самого начала все эти детали. на Синае были даны принципы, и дальше было назначено руководство. И это руководство толковало Тару так, как было нужно и правильно в данной конкретной исторической ситуации. И устная Тара, она потому и устная, что она меняющаяся. Это не то, что, как представляется нам иногда, когда мы читаем подход Маймонида, что просто секрет был. То есть, ну вот устно передали, а че ж не записали, если так было все с самого начала ясно. Если Бог Моисея просто продиктовал, че ж он ему сказал, это записать, а это не записать. Такое представление, как будто это было нечто секретное. Но по идеале совершенно не так. Устная Тара, она потому и устная, не потому, что ее передают устно, а потому, что ее решают по ходу дела, потому, что она не статическая, потому, что она, как устная речь, текст, он формализован, он фиксирован. А устная Тара, она не фиксирована вообще. То есть, Сен-Гидеин, как считал нужным, так он и толковал. Надо сказать, что это подход совершенно революционный. Мы к нему совершенно не привыкли. И с точки зрения Иудеи Оливии сам мудейцы сами и решали по ходу дела. То есть, в какой-то... И этот вопрос, и многие другие вопросы. Вообще, по Иудеи Оливии в приабельность применения письменной Тары несовременно больше, чем по Маймониду. Маймонид вообще настаивал на очень жесткой, как бы постоянной ситуации. А Иудея Оливии наоборот и осматривал ситуацию как более динамическую, как развивающуюся. И в этом смысле по Иудеи Оливии мудейцы могли принимать в один год одно решение, а в другой год другое решение, как было нужно с их точки зрения, или в одни эпохи по одному, а в другие эпохи по другому. И пока сложилось, пока сложился этот однозначный подход, прошло огромное не просто время, а исторические эпохи, столетия. Потом они могут быть со временем сложились, но исходно они были разнообразными, среди разных мудрецов могли быть разные мнения. И поэтому они могли прибавлять и убавлять все, что они считали нужным. У Иудея Леви, вообще вся точность зрения Иудея Леви, мы ее знаем из Кузали. Книга Кузали не была очень изучаемой в течение многих столетий. Если Маймониды читали все и постоянно, это была просто как бы базовая книга, всякий грамотный человек знакомился с Маймонидом, то с Иудея Леви знакомились в общем совсем не так многие. Потому что она гораздо более сложная в смысле философском таком подходе в своем динамическом. Не то, что она сложная для понимания, она сложная для осознания, особенно при жизни в диаспоре, где трудно как бы менять, меняешь, что-то ломается. И Иудая Леви был так и задвинут в сторону. И в наше время огромное продвижение для Иудыя Леви сделал Акук, который наоборот считал, что это точка зрения необходима. Павел Кузари просто в один из базовых книг в Ишиву Мерказарав, в свою Ишиву, которую он создан. И поэтому сегодня статус Кузари необычайно необычайно поднялся. И в некотором смысле можно считать, что Маймонит более подходит для еврейства Галута. Или что еврейство Галута подходит только Маймонит, а Иудыя Леви не подходит. Именно потому, что в Галуте очень важно жестко придерживаться одних и тех же схем, чтобы это не развалилось. Иначе начинается реформа, все разваливается. А в стране Израиля наоборот динамичность она очень важна. Об этом есть даже такое выражение, что поскольку в стране Израиля еврейский народ это живой организм, а в изгнании это труп еврейского народа, то если труп будешь ему руки-ноги перекладывать, просто он и развалится. А живой человек наоборот. Если он не будет руки-ноги двигать, то у него будет атрофия мышц. И поэтому живой человек обязательно должен быть живым и динамичным, а труп он наоборот не должен быть динамичным. Хотим, чтобы он был в сохранности, значит, не надо руки-ноги двигать. Именно поэтому в диаспоре подходил только манамит, а в Израиле соответственно в процессе возвращения Кузари занимает все более важное место. Иуда Леви даже говорит так, что Кузари спрашивают у мудреца, ведь вообще вся к ней Кузари это дискуссия между мудрецом и Кузари, как бы царем Хазар и мудрецом. И Кузари, то есть царь Хазар спрашивает у мудреца, как же ты говоришь, что они могут менять мудрецы? Ведь сказано не прибавь и не убавь в таре. А Раби ему отвечает, это сказано, что простой народ сам не прибавлял и не убавлял. То есть запрещение для простого народа прибавлять и убавлять. Они не докучены к проводам под высоким напряжением. Начнут прибавлять и убавлять, все сгорят. А мудрецы, то есть едыина, которые имеют допуск к восковольным проводам, они имеют полное право считать и прибавлять, и убавлять, и делать как считают нужным. И поэтому все установления мудрецов, ведь все установления мудрецов как бы противоречат тому, что в самой таре написано не прибавь и не убавь. И соответственно с точки зрения по этому Иуде-Алеви спор относительно того, как понимать мимо Харата шаббат, он был динамичным, были разные точки зрения. И очень возможно, что именно была определенная линия, что нужно начинать именно после субботы и субботы совмещать. Ведь Песох можно двигать, в отличие от Субботы саму нельзя, а Песох можно, ведь можно шходыш двигать. И именно в этом были споры между мудрецами, между фаисеями и саддукеями относительно начала месяца. Все эти истории, как саддукеи ложные сигналы передавали в Вавилон при начале месяца, именно для того, чтобы календарь совпадал с их походом. Вот вполне возможно, что были в реальности ситуации начала нового месяца так, что Песох совпадал с субботой и, соответственно, понималось мимо хаата, шаббат действительно после субботы. А потом сформировалась традиция, что нужно именно после Песоха начинать сиазу. И саддукеи не хотели согласиться с этой новой традицией. Они не считали, что можно вот так поменять, а фарисеи считали, что поменять можно. Ну и, соответственно, конфликт вовсе не такой простой, как нам кажется. Вот это совершенно потрясающий подход Равошерки с пониманием конфликта между фарисеями и саддукеями относительно выражения на следующий день после Дня Покоря воплощенного.